Приветствую! Последние дни топ-темой в СМИ была четвертая волна мобилизации. Мол, вот-вот мы подошли к тому краю, когда начнут призывать уже абсолютно всех. И подогревается это выступлением общественных деятелей, политиков, которые рассказывают о том, что скоро уже почти вот-вот начнут призывать всех. И вот давайте разберемся с тем, насколько это действительно так, насколько это соответствует действующему законодательству Украины, и стоит ли нам ждать вообще четвертой волны мобилизации. Ну а перед этим хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, информации в нем гораздо больше и появляется она более оперативно, чем в ютуб-канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Итак, что говорят политики о волнах мобилизации? Расхожим утверждением в СМИ является следующее, что есть первая волна мобилизации, это те, кто служил в АТО. Есть вторая волна мобилизации, что это те, кто имеет опыт воинской службы. Есть третья волна, когда призывают тех, кто заключил контракт на прохождение службы в резерве. И только в четвертую волну призывают людей, которые не имеют опыта службы, даже срочную службу не проходили. И вот, мол, всех-всех мы будем призывать. В чем мне хочется вас успокоить? Ну, во-первых, самое плохое уже произошло. Уже давным-давно мы призываем тех людей, которые не имеют опыта воинской службы. И вы об этом прекрасно знаете. Так почему же об этом говорят? Почему же об этом говорят политики? Да потому что, когда люди не, скажем так, не вникали в действующее законодательство, они путают одно с 25-м. И то, что они говорят, по сути, это структура воинского резерва человеческих ресурсов. Ну, да, к сожалению, действующее законодательство вот так называет, да, человеческие ресурсы используют такую терминологию. Так вот, есть структура. И действительно в структуру воинского резерва человеческих ресурсов входят вот эти категории лиц. И понятно, что в первую очередь, конечно же, там в оперативный резерв входят те люди, которые каким-то образом имеют соответствующую военную подготовку. Но нужно понимать, что тот этап, когда страна могла себе позволить призывать только тех людей, которые имеют военную подготовку, он уже давно прошел. И есть у меня подозрение, что закончился он где-то там в феврале, марте, ну, может, апреле прошлого года. Мы давно уже не можем себе этого позволить, потому что к нам пришло слишком много солдат вражеского государства, да, которое на нас напало, и там их слишком много. И мы не можем обеспечить себя вот тем, не можем обеспечить свою защиту оперативным резервам. И, соответственно, государство давным-давно уже призывает всех. И вы об этом прекрасно знаете. Потому что, наверное, у каждого из вас есть друзья, знакомые, родственники, которые не имеют опыта воинской службы, но их уже призвали, и они проходят службу. Все, уже мы дошли до вот этого последнего этапа. У нас уже объявлена всеобщая мобилизация. Дальше на самом деле некуда. Все, мы призываем уже всех, кого мы можем призвать. Следующий этап, ну, который может там теоретически ухудшить, да, это начать отменять отсрочки. И вот да, там есть варианты, безусловно. При этом я не думаю, что отменят там отсрочки, например, для инвалидов. Я думаю, что здесь можно успокоиться. Я не думаю, что отменят отсрочки там, допустим, для преподавателей. Но, безусловно, есть, на мой взгляд, только одна категория, которая на сегодняшний день под угрозой находится. Это те люди, которые пошли получать второе высшее образование. Вот эти люди, да, могут попасть под ту ситуацию, когда внесут изменения там в 23 статью закона о мобилизации и отменят отсрочку. Почему? Ну, потому что вы понимаете, да, слишком много людей пошли в университеты для того, чтобы просто получить отсрочку, а не для того, чтобы получить образование. И в итоге, конечно, из-за этих людей могут пострадать те, кто пошел получать образование. Но здесь мы ничего поделать не можем. Друзья, еще раз, подводя итог, хочу вас успокоить. И это успокоительное, знаете, такое из разряда «Успокойтесь, все самое худшее уже произошло». Ну, вот, действительно, самое худшее уже произошло. Уже призывают всех, кого можно призвать по состоянию здоровья, да, если только у человека нет права на отсрочку. И дальше уже просто, ну, собственно говоря, некуда. Поэтому никакой четвертой волны в принципе как таковой в соответствии с действующим законодательством не существует. Это понятие достаточно условное. И оно уже давно наступило. Четвертая волна мобилизации уже давным-давно наступила. Уже могут призвать человека без опыта службы в армии. Понимаю, что так себе успокоительное, но, тем не менее, я надеюсь, хотя бы, ну, какой-то элемент тревожности, может, я и убрал. По меньшей мере, очень этого бы мне хотелось. Друзья, на этом все. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.